Мои имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Слава Высшему Богу и на земле мир и в человеке Благоводения. Сказать что-то о Рождестве Христовом, без повтора, что уже сотни раз говорилось, сегодня просто кажется немыслимым. Сколько мы слышали, сказал Златоус, а сколько Василий Великий. И все святые отцы обращали внимание на эту дату. Я хотел как бы выспеть только то, что у них не было сказано, что открылось позже. Чего людям не хватало на земле, то пропели ангелы. Слава Высшему Богу. А люди знали об этом? Да, знали. Пророк Исаия об этом говорит. А что это означает? Человек должен думать о небесном и соединиться с ним. Откуда мы знаем православное? О том же, о том, что в храме Божьем были изображения хирургимов. И по образу небесного устроенный храм, больше он не мог нигде ничего, Соломон, сделать. Не зарывай верь в тот храм, в который пришел Господь. На небе-то ничего больше и не было. Но когда людям открылся вход в Царство Небесное, в это время появились вот и иконы. Это легко говорить. Это по образу небесному. Ведьмы в это или нет? Приступили к духам праведникам, достигшим совершенства. Апостол Павел пишет в 12 главе Евангелие. Это послание к евреям. Здесь все стоит на месте. И вот как начинаешь размышлять от этого, то увидишь жизнь. На земле мир. Где мира нет, там война, там раздор. Там убийство. Со Христом пришел мир. Групп он сам говорит, не мир я принесу. Не мир, не меч. Меч к кому? Всем. И дальше, как видим, дальше к тому. И так, что одному дал меч, а другому не дал. Как вся мировая история меняется. От этого возгласа. Ну, считается, что главизна всем праздникам не Рождество, а Благовещение. И поэтому тот, кто понимает это, я опять напоминаю священники, отошедшим в Вечность, Дмитрий Месмирнов, он говорил, защита ребенка. Почему она начинается с дня рождения и с дня защития? Законный вопрос. Если одного убьют, ее посадят. Это 120 миллионов за перестройку убили, никого за это не садят. И никто не отвечает, и правители хорошие. Итак, кто знал о Благовещении? Мы говорим о Благовещении зачатии, которое отмечается у нас 7 апреля. Иосиф узнал это. И вот теперь над ней, над Богородицей, домоклов меч навис. Она повинна смерти. Потому что до брака она стала беременной. И Иосиф, так сказать, прикрыл ее. А почему? Потому что он был человек праведный. Ему открыто было, что защитие не от человека, а от Духа Святого. А кто об этом знал? Иосиф знал, и Иллисавета, и полная тишина. Ничего больше нигде нет. Но смерть уже нависла над ним. Рождество. Кто об этом знал? Пастухи, волхвы, ирод. Ирод, если бы ирод, как стратег, обдумал дальше, вы посмотрите, вернитесь. Он уже замыслил. Но он не пошел за ними. Могут послать соблюдаты, где остановятся, сразу войска туда, и все кончилось бы. Нет. Господь в это время дает еще возможность продлиться плану Божию, так скажем. Он хватится тогда, когда волхвов уже нет. И тогда уже будут страдать другие, рожденные. Ну, примерно два года назад звезда появилась. Он высчитал, чтобы не пропустить подряд всех младенцев мужеского пола. Какой вопль стоял? Я не знаю, сколько там было. Пишут 11 тысяч. Трудно в это поверить, но речь идет о тысячах. Это тысячи невест останутся без женихов. Тысячи сражений окажутся без воинов. Что за этим стояло? Смерть. И говорят, а почему убежал? Потому что Господь говорит, гонят в одном городе, гонят в стране Израиль, беги в другой, куда? В Египет. И поэтому к евитянам у Израиля отношения изменились сразу. Ибо они приняли кого? Не Христа, а при Яковле было, когда они перешли туда. И это Израиль помнит все время. Нам ли это не помнит про Египет? Что спасителя спасли они. Да, так. Ему сказано было не иди, а беги. Значит, смерть распространилась по Виклиему. Там, где он был. В каком месте. Дальше. Как интересно, что церковь первоапостольская, она не отмечала этот праздник. Вообще до 4 века. Его соединили с крещением. И только в 4 веке разделение произошло, когда Иоанн Златоус доказал, что именно в этом месяце и этого исчезла родился Христос. Я посмотрел на это. Здесь все боязно сказать даже. Даже сомнений нету, что подсчет-то ни на чем основан был. А о чем? Как он мог знать? Златоуса откровения нигде не было. А он только считал от Иоанна Крестителя. И отец у него первосвященник. Доказательств того, что он первосвященник, и именно об этой жертве речь шла, тоже нету. Второе. Под сомнение уже падает. То, что сколько дней он после этого окончил? Дни. Сколько дней окончил, когда ему было там откровение, что сын у тебя родится? Тоже неизвестно. Возвращается домой. Когда он с женой был вместе? Тоже неизвестно. И что она защила? И именно защила в этот день? Тут ясно нетрудно. Муж вернулся с командировки. И что в следующий день? И она защила? Да нет, конечно. А почему нет такой точности? Потому что это не имеет никакого значения для нашего спасения. И теперь, вновь и высчитать, когда зачался Иоанн Креститель, значит, ровно 9 месяцев отсчитывать надо. И тогда мы на 7 июля. Ну, тут можно высчитать день. Ну, так ли это? Женщина ровно 9 месяцев, это очень редко. И больше бывает меньше. Здесь он взял в расчет точно. Ну, а на 6 месяцев, теперь дальше уже смотрим. Ровно на 6 месяцев позже, Благовещение и прочее. И отсюда вывод. А сегодня еще не знаем. 25-го некоторые декабря отпраздновали. Ну, больше сейчас в мире христиан. Больше и больше. 9 десятых или больше. И только еще там сербская, иерусалимская и православная сегодня отмечают. Да и год-то рождения никто не знает. Год рождения будут определять только в 532 году. А до этого считали от власти воцарения или рождения, тоже непонятно. Диоклетиана, одно из самых страшных годителей. Христианская эра наступила, отсчитывает от кого? И вот говорят. Ну, а когда мы узнали, что это новая эра в России, то есть в Советском Союзе? В 1936 году только перестали писать от Рождества Христова. Год смерти Крупской, к слову сказать. С чем связанным, тоже не знаю. И в это время стали писать новая эра. Ничего не изменилось. Новая. И от этого что дальше-то идет? По новой. Вот мы сколько стоим, свои имена проверьте. Чтобы по ветхозаветным пророкам были названы у нас кто-то. Ну, Нову. Ну, знаем, там, в Грузии у нас друг. Иеремия, там, в Потеряевке. Ну, практически там, единицы где-то. А ведь все-то остальные уже по новозаветным праведникам. Не будет рождения Христа вашего имени бы не было. И вы бы не собрались здесь. Нас бы Христос не объединил. Потому что Дух Святой, сойдя, дал рождение новое людям. Надо бы народиться свыше. И когда насмотрим теперь, что христиане принесли, и на земле мир. Нет. Вот после Первой Моевой войны, еще царь Николай II предлагал какое-то такое общество создать на высшем уровне. И чтобы войны не было. И создали Лигу наций. И сказали, войны не может быть. Но она разразилась. Если там 15-20 миллионов, то это почти 70 унесла вторая. И опять организация объединенных наций. И все время на грани балансируются. Сколько раз на грани ядерной войны были. А почему? На земле мир. И он будет до тех пор, пока Господь не остановит часы. Я хотел только сказать о том, что сегодня люди не знают. И мы празднуем 2021 год. А на самом деле 25-й год. Четыре года ошибка только потом выявилась. Но она уже установилась. И опровергать нам не надо это. Есть вещи, которые неопровержимы, что Христос воскрес. Потому что тут забеспокоились деньги, римляне. И по всему миру понеслась эта весть. Что нам дало рождение? Конкретно нам здесь. А вот то, что пропели. Ангелы на небе. И пастухи такие простые. Они сразу поверили, это ангелы. Не кто-то там включил репродукторы. Изобразил что-то на небе. Ну сегодня можно голограммы какие-то сделать. Нет. А кто узнал о рождении? Пастухи. Сколько? Стадание. Ну несколько человек, десяток не наберешь. Сколько волхвов? Знаем, что трое пришли. Что они принесли дары? Пастухи ничего не принесли. Но они только увидели. Сейчас даже пишут, чтобы Христу было мягкое. Вроде волы не ели даже сено, чтобы ему было в яссах лежать. Ну всякие такие придумки. Откуда мы знаем? Только родился он в бедности. Места не было. Была перепись. Отовсюду стекались люди, рожденные там из колена Давидова. Вот. И теперь волхвы. Откуда они идут? Иоанн Златоуз говорит, вероятнее все из Персии. Потому что звездой учахусь. А звезду-то кто предсказал? Сказал Валаам. Это божий пророк был. А потом с ребролюбием приселся и погибет вместе со своим народом. Когда израильтяне будут захватывать, его убьют. Но он предсказал, вижу звезду восходящую от израилья, но не близко. Ну действительно, это было еще не близко. Речь шла о Моисее. А там минимум 1600 лет. На такую дали рассмотреть. Да. В земной атмосфере событиях таких. Итак. Слава Вышне Богу. Ангелы вас пели. Мы готовы его петь. Всегда. Прославляя то Отечество, куда мы стремимся. Это главная песня. Свят, свят, свят Господь Саволок. Вся земля и небо полны славы Его. Больше, что на небе поют, мы не знаем. И церковь включила, многократно повторяет. А пойдем мы туда, где всегда мы там будем. Если, конечно, будем. И на земле мир. Мы должны сказать не в семье. Люди жили мирно. И вдруг все против. Ну посмотрите же, покажут фильм «Искупление», когда в семье один уверовал, потом второй, остальные прямо из себя выходят. И такая измена. Никакой он не Бог. Что вы придумаете? Что он не Бог, не Сын Божий. Сегодня миллиарды людей утверждают. Нет, нет. То есть Сатана бросает и сегодня все силы для того, чтобы доказать, что Иисус, рожденный, Он не является сошедшим с неба. Хотя мы считаем Евангелие от Иоанна, 13 глава, 13 стих, определенно. Вы меня называете Господом, и я действительно то. Его хотели побить. Побить за что? За то, что будучи человеком, делаешь себя равным Богу. Он об этом говорил. Евангелие от Иоанна, 10.30. Я и Отец одно. Притом не однажды. Иоанн написал, вначале было слово, слово было у Бога, и слово было Бог. Вот это подслово, великое слово с большой буквы, это наш спаситель. В Рождестве этом мы должны увидеть всю историю христианства, там, где люди слушали Бога. Сколько, каких было изобретений на пользу человека. Я, может быть, не специалист в этом деле, никакой. Да и не сомневаюсь в этом. Ну, что читал. Все изобретали в христианских странах. Везде. Никаких картин, там и стора, или где-то написано, не было никакого изображения. Лучшие картины. Самое возвышенное песнопение, взятое оттуда, не считая, конечно, псалмы Давида. Что нам конкретно дало? Иисус рожденный, принес ли мир в нашей душе? Мир должен быть, как сказать, трех видов. Первое, наш мир самими собой. Я примирился с этим? Что есть? Я доволен тем, что Бог меня таким создал? Доволен, что в этой стране родился? И все остальное ты должен. Одному много дано, другому мало. Мир. Мир с ближними. Есть он. Я не знаю, хоть один день был он или не был. Даже и праздновать нечего. И мир с Богом. А вот мир с Богом, на это претендуют очень многие. А это опять же смерть. Потому что все в Адаме согрешили. Возмездие за грех смерть. И когда я говорю фразу такую, что Бог не может прощать грехи. Не может и не прощает за так. Особенно бунтует те, у которых нет Христа. Почему? Это не Божье свойство. Бог не может поступить против Себя. Написано, и Он не может солгать. И не может не сдержать Слово. Он Бог сказал. Мы считаем прище Соломона, 30 глава, 5-6 стих. У нас на выходе как раз написано это. Не прибавляй к словам Его. В Божьем. А ведь прибавили ты не худо, не бедно. 27 книг, Новый Завет. Кто-то остается в силе. И мы должны признать, что Новый Завет, он просто должен был произойти оттуда. Все пророки предсказывали, что будет поражать в голову. Дьявол не поражен. Бороться с бесами не знали как. И когда увидели, что Христос изгоняет бесов, все удивлялись, как бесы повинуются Ему. А эту власть Он дал каждому. Оружие нам дал, пост и молитва. Не надо никуда ехать. Какие-то экзорсисты вроде изгоняют. Возвращаются до дома, а бес его ждет там. Он никуда далеко не уходит. Ты включи это оружие и попробуй испытать его. Ни на ком, на себе. Вот у меня было, неоднократно, я просто делюсь опытом. До воскресняет Бог, расточаться в разе его. Я ложусь спать и засыпаю в среднем 45-47 секунд. Полностью. Но надо прочитать молитву. До воскресняет Бог. Я начинаю считать и уснул. И ту же секунду буквально просыпаюсь. Как же мог так. Второй раз считаю. И опять не досчитал, опять проснул. Тогда же проснулся. Сажусь и начинаю считать. А сам думаю, кто меня перебивает? Сам я это от усталости? Или кто-то не допускает? А небесноватый ли я? Что Сатана не дает досчитать молитву оружие? Дальше досчитал, полностью все отошло, ничего нет. Не бойтесь себе ставить такой вопрос. Если говорится в Священном Писании, что он на земле ходит, рыкая, как лев. А ведь имен-то я еще говорю, сколько было? Вы знаете, что такое волк? Посылай, как овец среди волков. Вольф. Вольфович. Откуда это? Адольф. А что это? Благородный волк переводится. Благородный волк. Ну, благородный-благородный, но миллионы-то душ жизни-то отят. И никуда мы не денем преследование Богоизбранного народа, евреев. Как сегодня говорят, этот холокост 6 миллионов. Нам надо не оспаривать, а только молиться. Он уже обрек себя этот человек, благородный волк. По-другому не может быть. Так написано. У нас есть тоже льзиные, сказать, звериные имена. Лев. И гури. И гури – это льонок. Ну, это из... Они не в честь зверей названы, а в честь святых, которые этим именем назывались. Родители дали им это имя. Вот если бы дальше дали имя такое, которое сейчас есть там, бывает, Вилор. Ему нету вот этого имя, еще и леди, а организатор революции. Здесь было Тракторина, были, Октябрина. Еще только не было. Если бы она была святой, сегодня в это имя среди нас было бы, мы бы даже не удивлялись. Потому что те имена, которые сейчас у каждого из нас есть, они имеют свое абсолютно точное назначение и перевод. Вот родилась девочка какая? Видно, что смуглая, черная волоса. Светлана. Ну, какая жена Светлана? Темная или черная? Это Мелания. И Мелания тоже есть святая. Вот. Детей долго нет. Она просила, просила, выпросила. И назвала сам Мухил. Ил – это Бог, по-нашему сказать. Выпрошенный у Бога. Выпрошенный. Ну, у нас тогда Самуил, его никто не выпрашивал. Чудом остался жив. У меня брат Самуил как раз. Итак, это все мы имеем от рождения Иисуса Христа. Говорят, нигде, никогда в Библии не было названо, что Бог был Солнцем. Поэтому, когда говорят в немецком «Зонтах» или в английском «Сандэй» – это день Солнца. Так это языческое название «Воскресенье». Не так. С Солнцем Христос называется. Салом 83, 12. Ты для меня Солнце и щит. И Иисус как? А Он звездой называется еще. Звездой, в ущахуся. Он говорит, я, если звезда светлая и утренняя. Итак, в Рождестве Христовом, Рождество, которое было соединено с Богоявлением Христа, первая церковь увидела главное. Здесь на Рождество кто узнал? Мы говорили об этом. А на крещении всему миру был явлен. Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. И отсюда пошло благовестие. Вот что интересно, у греков, у этих, григориан и армян, апостоличной церкви, у них и сегодня вместе Рождество и Крещение. Можно сказать, единственное, сохранились. А так, да, с древним я на протоколе, с полицейной церкви. Мы говорили ни дату, ни месяц, ни год, мы точно не знаем. Когда будут нам приставать, знают, которые не знают. Но церковь так приняла, как послушное чадо. И вообще, какая разница мне от этого-то? И так, слава Вышнему Богу. И назовем мир, а в человеке благоволение. Доброе пожелание на всякое доброе дело, что будет в нас. И доброе пожелание против злых дел, чтобы мы ополщались и были победителями. Богу слава во веки веков. Аминь. Аминь. Господи Иисусе Христос.